Итак, коллеги, смотрите, я надеюсь, вы простите меня, если я начну свое выступление с небольшого возвращения к одному вопросу, который у нас прозвучал к последним киноплатам, просто я чувствую себя обязан повестить один маленький момент, который связан с, ну скажем так, с феминисткой критикой кинофильмов, потому что в любом случае я про них говорить буду, совершенно неизбежно, причина этого заключается в том, что, как вы наверняка можете догадаться, как и в принципе у всей теории видеоигр, она стоит из большого количества заимствований из других дисциплин. И в этом смысле, если вы, скажем, попытаетесь найти какой-то текст, посвященный феминистской критике видеоигр, то вы обнаружите, что он опирается главным образом на феминистскую критику литературы, на феминистскую критику кинематографа, на феминистскую критику театра и чего-нибудь другого, по вполне очевидным причинам, точно так же, как и в принципе теория видеоигр, особенно на своих ранних этапах, сильно опиралась на теорию литературы, теорию кино и так далее. Это, в общем-то, довольно логичное следствие с учетом ее генеалогии. Замечание, которое я хотел сделать, оно касается теста Бегдель. Тут был задан вопрос, что говорит нам этот тест про фильмы или не про фильмы, про что угодно на самом деле. Полностью соглашаясь с тем ответом, который дала Софья, я бы хотел немножечко его дополнить и сказать, что этот тест, он показывает всю свою силу и свою значимость не тогда, когда вы его применяете к какому-то конкретному произведению, а когда вы анализируете, например, такую вещь, как все фильмы режиссера X или все фильмы, снятые в стране Z за 10 или за 100 лет. Потому что если вы анализируете один конкретный фильм, а этот фильм был посвящен жизни камней, вы не находите... Ну, это были просто камни, они что-то делали, катались с горы, не знаю, или играя в симулятор камня, да. Вы можете искать негендерные репрезентации, если вы хотите, даже можно их найти. Я сегодня не буду рассказывать как, но, возможно, в другой раз. Но, скорее всего, не расширяя понятие гендерных репрезентаций, вы их там не найдете. И таким образом вы можете прийти к выводу, что, видимо, как-то тест на фильм или на эту игру не работает. Когда он работает? Возьмите фильмы, например, какой-то странный, например, России, снятые за 100 лет. И вы в них обнаруживаете, что в них, скажем, 1% фильмов проходит этот тест. Из тысяч фильмов, которые были сняты. То есть еще раз, да только в одном проценте фильмов женщины говорят друг с другом. Снятых за 100 лет существования киноиндустрии. И вот тут-то вы и делаете выводы, и вот тут-то вы и понимаете, зачем этот тест в этом игре был создан. То же самое касается игры, чего будет другого. Это просто небольшое дополнение, которое я хотел сюда внести. Теперь... Очень полезное дополнение. Теперь смотрите. Если речь идет о теории, упомянутых уже литературы, кинематографа, видеоигр... Кстати говоря, если в зал мне просьба, я бы хотел обращаться с некоторыми вопросами в зал, просто в том числе из-за того, чтобы выяснить, так сказать, есть ли у нас понимание некоторых таких common grounds. Здесь просто... Можете представиться, пожалуйста, сразу? Ой, простите, пожалуйста. Спасибо вам большое за дополнение, потому что это то, что я забываю сделать всегда, на всех мероприятиях. Итак, я Максим Подвальный, аспирант отделения социокультурных исследований РГГУ, и я сотрудник Московского центра исследований Делих. Вот. Спасибо вам большое, что вы мне напомнили. Сейчас на слово я бы не вспомнил никогда. Так вот, коллеги. А теперь, когда мы с вами познакомились, я думаю, что я могу начать терроризировать вас некоторыми вопросами. Смотрите, вот такие вещи, как теория литературы, теория видеоигр, теория кинематографа, они вообще зачем? Вроде бы снимать кино и читать книги можем без них. Кто рискнет сказать? Во-первых, одно дело создавать контент, другое дело его употреблять. В соответствии с созданием контента нужна определенная теоретическая база. Это знает любой, кто занимался эконом-террорией. Совершенно верно. Но мой вопрос, он как бы это включал, потому что есть многие люди, которые создают контент, но при этом они про теорию не знают и, может, даже агрессивно относятся к факту ее существования. Что вы знаете, скажите? Ну, потому что любая теория может в некотором смысле ограничивать творящего, поэтому, наверное, агрессивное отношение. А если вы думаете, что это успешно, они попадают по теме, я бы смотрю. Тоже может быть. Итак, коллеги, смотрите. Теория, она помогает все-таки соотнести и сравнить текущую ситуацию, как-то помогает открыть глазу, какие-то вещи, которые, возможно, были в тумане из этой теории. Да, совершенно верно. Теория помогает вам рефлексировать. Либо, если вы потребите, то над тем, что вы читаете, смотрите, играете и так далее, над тем, что вы делаете. И на самом деле, к производителю тоже самое. Она позволяет рефлексировать над тем, что вы делаете, в данном случае, над тем, что вы создаете. Она позволяет задать вопрос, то, что я создал, оно, например, служит чем-то интересом или оно, возможно, ну, в контексте наших тем, возможно, угнетает кого-то и так далее, или, возможно, она обслуживает и так далее. Так вот, смотрите. В данном случае я бы хотел сослаться на текст «Демон теории Антуана Компаньона, он, говорю, это темно, целиком про теорию литературы, но в данном случае те позиции, которые он выдвигает в качестве своих тезисов, мне кажется, они применимы к теории, на самом деле, абсолютно любого медиа. Почему? Потому что Антуан Компаньон утверждает, что теория это, помимо всего прочего, метакритика. То есть метакритика это что-то вроде совокупности представлений о том, как надо критиковать. Критиковать в широком смысле критиковать не значит негативно высказываться о, вот не в бытовом понимании, а критиковать в смысле художественном либо академическом. То есть глубоко анализировать любой текст, любое произведение, любое высказывание, и что бы то ни было вообще. В нашем случае критика означает некоторый глубокий анализ, да, в принципе, на самом деле, любой анализ, разбор какого-то произведения, какого-то высказывания, в нашем случае художественного высказывания. Тут нужно задать вопрос примерно такой. Если вы своим друзьям рассказываете про игру, в которую вы поиграли, и о том, как она вам понравилась, либо не понравилась, и почему. Эта критика? Вообще да. Только эта критика на уровне здравого смысла. Мы ее можем назвать, ну, такой, если хотите, обывательской, такой филистерской критикой. В этом ничего плохого нет, просто нужно понимать, что вы в этой критике и, в принципе, в своем восприятии произведения руководствуетесь здравым смыслом. А это значит набором, в том числе неосознаваемым, набором штампов, стереотипов и так далее, которые пришли к вам из поп-культуры, которая вас окружает. Тут неправомочно оперировать понятиями вины, поэтому я не могу сказать, вы не виноваты в этом. Скажем так, вы не то чтобы целиком за это отвечаете, потому что ваша социализация проходит в условиях, которые вы зачастую не выбираете. Например, вы не выбираете страну, в которой родиться. И вот, например, если вам повезло или не повезло родиться в стране, в которой правит, например, патриархатный капитализм, вы будете впитывать его ценности, хотите вы того или вы не хотите. Теория в данном случае позволяет вам увидеть их, она позволяет вам разглядеть то, что вы считали натуральной, естественной частью себя, или же натуральной, естественной частью произведения. Вам могло казаться, что книги, они таковы, потому что книги по-другому-то и не могут быть, в принципе. А теория позволяет вам увидеть, что на самом деле нет. На самом деле книги или игры или кино таковы, потому что существуют те или иные стереотипы, те или иные установки, идеология, наконец, которая управляет их производством, их потреблением. И именно поэтому, в общем и целом, эти произведения получаются такими, какими они получаются. В плане критики чего угодно, любого произведения, существует такое, скажем так, направление, субполе такое, как критика идеологии. Кто, в принципе, знаком с таким понятием, как критика идеологии? Есть люди, которые знакомы с этим понятием. Итак, соответственно, если мы обратимся к такому разделу, как, например, марксистская критика чего угодно, мы с вами можем представить, что, скорее всего, марксистская критика будет критиковать капитализм. Также, ну, если мы сейчас говорим, в принципе, любые правые, другие идеологии и так далее, она будет их отыскивать и будет объяснять, почему они здесь есть, как они появились в данном произведении, а также, почему они плохи, по-человекам, потому что марксизм как бы на ножах с правыми идеологиями. Это, в общем-то, я думаю, все, как минимум, слышали, хотя бы на самом поверхностном уровне. Соответственно, если мы говорим, что вот у нас феминистская критика произведения, что будет она отыскивать? Вероятно, она будет отыскивать патриархат, она будет отыскивать его в этом произведении, ну, точнее, я говорю, отыскивает, так как будет это тяжело, а на самом деле нет. То есть, в каждом случае, она будет, скорее, высвечивать его там, где другая критика, возможно, марксистская, не увидела бы его, просто потому что ее инструментарий не настроен на поиск данного объекта. Итак, если мы говорим, в принципе, о критике видеоигр, мы, скорее всего, первым-то делом будем с вами вспоминать что? Ну, наверное, будем вспоминать и такую потребительскую критику, да? То есть, критику, которая у нас присутствует, например, в журналах, в которых посвящены видеоигр. Это, в общем-то, вполне логично. Это то, чем они по идее как бы должны заниматься, то, как они свои цели декларируют. Еще раз, это критика потребительская и такая обывательская во многом. Почему? Во-первых, потому что они базируются ни на какой конкретной теории в 99% случаев, и поэтому ее можно называть обывательской. И потребительская она по той причине, что в сущности ее цель конечная это дать вам consumer advice, то есть дать своему читателю, какой-то совет насчет того, что в этой игре есть, соответствует ли, например, данная игра тому, что о ней говорит реклама, раскрыть там в двух словах, скажем, какие-то основные ее фишки, чтобы покупатель, потребитель мог принять информированное решение, стоит ли ему потреблять данный товар или не стоит ему потреблять данный товар. Этим занимается, например, журнальная критика и видеоигр. Здесь все понятно. И исходя из ее цели, соответственно же, выстраивается и инструментарий, которым она пользуется, и в конечном итоге те цели, точнее, те результаты, которых она достигает. Так вот, теперь на мгновение, давайте мы сделаем шашок назад в кино. И я вам сейчас хотел бы зачитать, потому что я это лучше не скажу, то, что, скажем так, задачу феминистской критики кинофильмов, как ее сформулировала Елена Ярская-Смирнова, это социолог из высшей школы экономики. Феминистский текстуальный анализ фильма старается ответить на следующие вопросы. Кто выступает главным героем фильма? Кто представляет оппозицию? Какую функцию выполняет женский персонаж, а какую мужской? Каково социальное значение этих определений? В каких поворотах сюжета идет речь об отношении глухих и слышащих женщин, мужчин и так далее? Каковы способы визуальной репрезентации женщин? Насколько стереотипны и фиксированы образы женщин и мужчин, и как эти образы конструируются фильмом? Ну, мы сюда можем добавить просто, что в некоторых фильмах, как в жизни, может быть не два гендера, например, а несколько побольше. И, соответственно, мы будем говорить только о женщинах и мужчинах, а таким образом, соответственно, о каком-то еще и большем гендерном разнообразии. Собственно говоря, примерно на эти же вопросы, во-первых, и в главных отвечает феминистская критика чего угодно, литература, кинематограф и так далее. Но смотрите, если мы говорим о феминистской критике литературы, это, может быть, будет представлять для нас чуть более простой случай, чем в случае с феминистской критикой кинематографа. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас знаком с работами Маршала Маклюена, с пониманием медиа, например? Есть такие люди, да? В таком случае для вас это не секрет, а для остальных... Был секрет, сейчас он будет открыт. Заключается в том, что с точки зрения Маршала Маклюена, точка зрения, которую я разделяю, новые медиа, они включают в себя целиком или полностью те медиа, которые существовали до них. В этом плане театр, например, использует литературу для того, чтобы создавать какой-то новый продукт, который является литературой плюс чем-то еще, что в итоге, на самом деле, преобразует в том числе литературный сюжет в том числе. Кинематограф в этом плане, это литература с театром, с фотографией и так далее, и так далее, и так далее. Если мы говорим, например, о литературном произведении, мы будем говорить про нарративы. Здесь все более-менее очевидно. Если мы говорим про кинопроизведение, то ситуация уже усложняется, потому что в ней существует визуальный ряд, который может идти в согласии с текстом, может противоречить нарративу, да? И так далее. Мой может раскрывать его с новой стороны, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь у ИК все еще сложнее. Я вижу вашу руку. Если это маленький вопрос, вы можете его задать. Если большой, то лучше подождите до конца. Это маленькое уточнение. Возможно, не все в аудитории знакомы с этим полезным, как нарратив. Возможно, его стоит выяснить. Хорошо. Да, спасибо вам большое. Смотрите, коллеги, в принципе, давайте так. Если я говорю какое-то слово, которого вы не знаете, действительно, поднимайте руку и спрашивайте меня, потому что я могу этим грешить. Так вот, смотрите, если мы говорим про нарратив, нарратив — это повествование. То есть это некоторые повествовательные схемы, повествовательные структуры и так далее. В данном случае, если мы говорим про книгу, например, то, ну, вы знаете, можно взять одну и ту же историю и, например, рассказать ее разными способами. Если даже, не знаю, вы и ваш друг или ваша подруга были где-нибудь, не знаю, сходили в театр, и потом вы своим друзьям рассказываете про свой поход, а там что-нибудь случилось по пути, вертолет упал. Значит, ну, не рядом с вами вы выжили. Вот, и, соответственно, вы рассказали эту историю своим друзьям, и потом ваш друг, который был с вами, или подруга, тоже рассказал историю своим друзьям, и друзья говорят, вроде история одна и та же, но они как будто бы совершенно разные, и так по-разному вы их рассказали. Так вот, история, которая легла в основу одна и та же, а нарративы разные, повествования были разные. Я надеюсь, что на этом примере я более-менее пояснил, чем нарратив отличается, например, от истории. Вы наиболее поверхностным пониманием, мы не будем копать глубокую эту тему конкретно. С визуальностью, я думаю, тоже все более-менее понятно. Соответственно, если мы говорим про видеоигры, то там к нарративности, визуальности и аудиальности, про нее тоже не будем забывать, добавляется еще один слой, который сейчас называется процедурностью, а, скажем, 20 лет назад такого слова еще не существовало. Я поясню, что оно значит. Процедурность означает, если в двух словах, то те дескриптивные, я это поясню, правила игры, которые в ней наличествуют. Иными словами, это законы игрового мира, законы, по которым он работает. В данном случае в понятие процедурности входит, например, представление ваше о том, что если вы нажимаете клавишу, которая в меню описана как клавиша ходьбы, то камера, если это речь идет об игре от первого лица, перемещается вперед у одной из осей. В трехмерном пространстве, если трехмерное пространство. Условно говоря, также вы, например, знаете, что если во врага стрелять, то он падает, и его модель перестает быть активной. Вы это называете умирает, но не то, чтобы он в строгом смысле слова был когда-то живым биологическим организмом и до этого. Она изменяет свои свойства. Вы об этом знаете. Вы знаете, что вот вражеская, вот эта вот моделька, которая фрагируется для вас игрой, как вражеская, она может делать какие-то активные действия какое-то время, а если вы по ней постреляете, то она перестанет, она утратит способность делать какие-то действия и перейдет в иное состояние. Ваше знание об этом, да, это ваше знание о процедурности данной игры. И я думаю, что никому не секрет, что через процедурность вы можете тоже рассказывать какую-то свою историю. Например, если в вашей игре вы можете делать одни вещи, не можете делать другие вещи, таким образом, из этого тоже можно составлять свои представления, в общем-то, об этом игровом мире и так далее. Итак, смотрите, теперь мы, соответственно, делаем шаг вперед, мы уже, наконец, выходим сейчас из литературы, из кино и так далее. И вот, наконец, давайте тут немножечко... Этот видеоряд будет иметь опосредованное отношение, это некоторая нарезочка кадров из фильмов нуар, потому что они были излюбленным объектом феминистской критики кино на протяжении долгого времени. Кто-нибудь знает, как назывался стереотипный женский образ в фильмах нуара? В фильмах «Роковая женщина». Да, «Тлема фанталь», она же «Роковая женщина». Здесь вы можете видеть, например, одну из них. Смотрите, почему, собственно говоря, я про них вспомнил? Потому что про героиню, наиболее популярную, так сказать, героиню, наиболее популярный объект феминистской критики видеоигр так говорили в какое-то время. А вообще я хотел бы поговорить вот об этой вот серии по ряду причин. Во-первых, потому что его заанализировали до смерти за последние 20 лет. Во-вторых, потому что кто из вас играл в Лару Крофту в любую? Вы понимаете, почему? Вот, собственно говоря, поэтому я эту штуку выбрал. Смотрите, это мейнстримное достаточно произведение, и поэтому у меня была надежда в том, что они оказываются с ним знакомы. За счет его мейнстримности, помимо всего прочего, как я уже сказал, его заанализировали просто до выручил, в общем, 20 лет назад, имеете в виду, когда выходили еще с Абхим. Тумрэйдер первый, Тумрэйдер второй и так далее. Там, гадать, 96-98 век, если я ничего не путаю. Вот. И поэтому материала очень много, и через этот материал мы с вами можем взглянуть на то, собственно говоря, а чем, например, занималась с министской критикой видеоигр рубежа 20-21 веков, применительно, например, вот такой вот мейнстримной игре. В данном случае, главным образом, я бы хотел обратиться к тексту Хелен Кеннеди, в котором она проводит такой очень глубокий, подробный анализ современных ей частей Тумрэйдер. Это, если я ничего не путаю, первые три. То есть это там 96-й год, 98-й год, и вот все вот примерно вот в этом районе. Давайте посмотрим, собственно говоря, к чему она обращается. Сразу же мы с вами рискнем предположить, вероятно, что она, наверное, обращается и к нарративу, и к визуальности, и к процедурности, и ко всему порядку. И это действительно так. Во-первых, первое, с чего начинает фильм Хелен Кеннеди, она утверждает, что эти сферы, то есть нарратив игры, ее визуальность, ее аудиальность, ее процедурность, они очень тесно переплетены оказываются, и это нужно учитывать при любой критике идеологии игры, в принципе, критике игры, и тем более при феминистской критике игры. Я могу это привести на довольно-таки простом примере, его нет у Кеннеди, это пример в данном случае будет мой, я надеюсь, что он поможет вам понять некоторые вещи. Смотрите, существует такой подход, в общем, в том довольно-таки поверхностном, сейчас может казаться, что в видеоигре самое главное как раз-таки ее процедурность, то есть это те правила, по которым она работает. Ну, условно говоря, давайте мы там пакмана заменим квадратом, вместо круга, условно говоря, приведением, заменим какими-то такими грестиками или драконами, да, это очень чем-то меняется. В принципе, мы будем заменить все объекты в игре и по идее она все еще будет играться. Казалось бы. На самом деле нет. То есть играться она все еще будет. Вы сможете, например, в ней играть, вы сможете ее пройти и так далее, но экспириенс, который вы будете от нее получить, будет принципиально другим. В этом смысле давайте мы подумаем, что было бы, если мы изменим, давайте сейчас мы себя пообразим и меняем один из этих вот, один из этих вот слоев видеоигры, оставление изменами все остальные. Давайте пробуем изменить нарративную компоненту любой части серии Tomb Raider. Смотрите, мы оставляем геймплей, геймплей есть вообще тот же. Модель как главной героини, вся та же самая. Аудио, все, все то же самое абсолютно. Кроме одной детали, нарративной. Смотрите, эту главную героиню зовут не Лара Крофт, нет, фамилию оставим Крофт, а имя у нее будет Василий. И все герои обращаются, говоря о них в третьем лице, говорят он и называют ее Василий или давайте Ахмед. Ну, на самом деле, в целях нашего примера это не столь важно, но на самом деле мы понимаем, что между Василием и Ахмедом тоже очень большая разница, не так ли? Ну, хорошо, допустим, он будет Василий, да? И вот в игре происходит все то же самое, все модельки те же самые, вы играете абсолютно в то же самое, просто главного героя зовут Василий Крофт, и все говорят о нем в третьем лице в мужском роде. Все то же самое, моделька та же самая, абсолютно. Я думаю, что вы примерно понимаете, на что я намекаю, что в принципе, если игрок, сходится, играет в подобное произведение, он начинает воспринимать это как некоторое высказывание вполне себе как бы конкретное, это политическое высказывание, что-то про квир-опыт, это что-то возможно, что-то про трансвестизм, возможно, и так далее. То есть, он начинает совершенно по-другому смотреть в принципе на все, что он делает. Нужно ли говорить, что-то наверняка сказалось бы на рецепциях пресса, на продажах, в принципе, как бы на том импакте, который на культуру оказало бы данное произведение, не так ли? А мы поменяли буквально это одно слово. Смотрите, если мы будем менять себя сильнее, соответственно, то изменения будут еще сильнее. Я думаю, что в принципе, значит, визуальности все то же самое, потому что, если вы начнете, скажем так, изменять ее модельку, это как раз в этом случае небольшая отсутка к предыдущему докладу, если будете раздевать эту модель сильнее или одевать ее сильнее, или будете изменять характеристики ее тела, это тоже будет в каком-то роде высказывание. Потому что еще раз, если вы замените модельку Лары Крофт, а теперь мы оставляем имя, но меняем модельку, теперь она выглядит как Индиана Джонс. Или как выглядел бы человек, какой бы человек рисует вам ваше воображение, когда вы слышите имя Василия Крофт. Вот этого человека вам рисует игра вместо модельки Лары. Все остальное то же самое. Абсолютно. То есть о нем говорят, она зовут Лара, делает то же самое, игровой процесс тот же самый. Смотрите, мы изменили с вами другой аспект этой игры, и опять же у нас абсолютно все встало с ног на голову. В принципе, все, что в этой игре происходит. Игрок начинает в принципе коренным образом и начать воспринимать все то, что он делает, и он по-другому, безусловно, начал бы и рассказывать об этой игре. Я тоже уверен. Вероятно, когда пришли бы к нему друзья и сказали, ты говорил, что купил какую-то новую игру. Она как там Василий Крофт называется, да? И вероятно, когда человек начал бы рассказывать свой опыт геймерский, он по-другому расставил бы акцент о своем рассказе. Вероятно, он в принципе вел бы повествование каким-то не таким путем. Итак, смотрите, это я пытался вам продемонстрировать тесную взаимосвязь нарративности, визуальности, аудиальности и процедурности в любой виде игре. Как вы понимаете, здесь речь идет не только про гендерные аспекты и вот всю вот эту вот тему, которая является темой нашего сегодняшнего мероприятия. меняйте все что угодно и оно тут же преобразует коренным образом в принципе любые все другие компоненты все другие компоненты игры. Итак, мне нужно несколько статей чекать. Извините. Вот почему мне нужно две руки чтобы дотянуть к сожалению. Вот. Итак, для начала давайте взглянем на некоторые аргументы тех людей, которые когда вышел Лара Крофт отреагировали на это послуженно и сказали ну вот наконец-то какие-то новые образы в видеоиграх появились. Она была женским протагонистом и как бы одним из первых. Не первым отнюдь. Я вам сейчас не смогу назвать первую, вторую и так далее игры, в которых они появились, но она была не первая. Тем не менее это была мейнстримная популярная франшиза где были женские протагонисты и многие обрадовались принцем этому факту потому что ну вот наконец женщина в игре не является например типичной принцессой в замке которую нужно спасать потому что большинство женщин в играх которые были до этого они были именно в той роли эти роли они довольно-таки всем надоели и вот наконец казалось бы какой-то вот новый экспириенс и в принципе это как будто бы так но пока что оставим из комментариев комментарии и позже дальше смотрите что происходит дальше мы говорим ну мало того что у нас женщина главная героиня что еще раз в те времена бывало не часто мы пока что говорим про конец 90-10 и про анализ который Харен Кэмин сделал для этих игр мало того что женщина бывает редко протагонистом так еще и посмотрите она делает ту работу которую как бы патриархальное общество по идее предписывает ей не делать ну во-первых она себя позиционирует то ли как ученый то ли как наемник это сложная история потому что там сюжет переписывался 200 раз там в первых играх вообще сюжета не было но это деталь короче говоря во-первых она боец она силовыми способами решает свои проблемы она скажем так ну если мы говорим там про тесты и так далее она преследует свои интересы а не интересы мужчин которые каким-то образом как бы да могут быть могут быть ей навязаны и так далее и все прочее что вроде бы вроде бы говорит о том что действительно да эта игра каким-то образом эту парадигму сдвинула но пока что это опять же оставляйте с комментарием ну допустим допустим что мне это вроде сдвинул следующий слайд это просто косплей божественный я не могу это себя не сказать вот я не знаю хорошо ли видно в чем суть косплея вот соответственно смотрите что происходит дальше это вот на самом таком уровне поверхности да на это сразу же идет возражение но подождите она ведь выглядит гиперсексуализированной даже вот на этих вот первых собственно говоря да в 96-м году она уже выглядела гиперсексуализированной акцент на в данном случае на груди зачем он как бы казалось бы нужен да плюс там еще там длинные волосы то есть традиционные феминные черты вполне себе то есть патриархальное общество каким-то конкретным образом концептуализирует для себя некоторую такую вот феминность она всем этим параметрам как будто бы отвечает да таким образом у нас визуальность как бы с нарративностью немножечко входит в такую коллизию да потому что мы говорим да с одной стороны безусловно это сюжет про какую-то такую без преувеличения сильную женщину которая там силовыми методами расправляется со своими оппонентами целеустремленный идет там и решает поставленную задачу чего-то добивается и так далее в нарративе есть вот это а визуальности у нас есть вот это и они в этом плане не то чтобы конфликтуют между друг другом да но они как будто бы принадлежат немножечко разным идеологиям в этом смысле да они как будто бы придают там некоторые разные сообщения если мы будем говорить про процедурность тут все несколько тут все еще сильнее усложняется потому что смотрите предполагается что с одной стороны да какая разница какой у нас будет персонаж карабкаться по стенам убивать врагов и вот эти вот все прочие вещи делать да на самом деле разница есть в том плане что это было совершенно очевидно уже тогда что эта игра главным образом маркетировалась именно для мужской аудитории это следует из тех рекламных компаний которые сопровождали эту игру например самая знаменитая из них которая предваряла две второй части называлась Where the Boys Are рекламные ролики я не смог их найти в интернете я пытался извините но это 96-й год и на ютубе и на других агрегаторах я просто не смог найти ничего подобного к сожалению плюс название Where the Boys Are это обыгрывание названий нескольких литературных и кинопроизведений которые есть на английском языке поэтому весь поиск гугла к сожалению выдает мне именно их а не рекламную компанию Эйдис увы я могу вам пересказать просто про что были все эти ролики причем я это знаю с пересказа других поэтому это такой тоже говорим сесс но извините по другому к сожалению презентовать это нельзя в наших условиях итак в двух словах там показывались пустые бары пустые спортивные площадки пустое все то есть как будто традиционные места пребывания мужчины ну в таком в консервативном варианте да и предполагалось что где уже у нас Boys Are они все играют новую Лару Крофт то есть Мастер Шеклама был примерно в этом в данном случае разработчики издатели вполне недвусмысленно намекнули кому они видят своей как бы основной целевой аудитории в этом смысле хорошо если целевая аудитория их именно такова была мы можем предполагать что они действительно главным образом продвигали эту игру для мужской аудитории пусть будет так смотрите что предполагается мужчинам предлагают взять контроль над женским персонажем в данном случае какие у нас могут быть в принципе попытки разобрать вот этот конкретный вот кейс если у нас мужчинам и игрокам предлагается взять контроль над женским персонажем кто-то может сказать и это говорилось что в данном случае нам предлагается поскольку у нас мужчина имперсонирует женщину, это такой квир-экспириенс, опять же, да, потому что мальчику предлагается играть за девочку, да, в этом смысле. Вот. На этом было несколько возражений сразу же. Какого рода? Основное возражение касалось того, что, нет, это не квир-экспириенс, мальчику предлагается не от ролеплеить, извините за это типично русское слово, девочку, да, в данной игре, а ему предлагается обладеть женским персонажем сильнее, чем он мог бы обладеть им в литературном произведении, или в кинопроизведении. Потому что в кинопроизведении, как полагали и полагают теоретики кино, зритель настроен на получение так называемого скапофилического удовольствия. Это означает удовольствие от подглядывания, это буайеристское такое удовольствие, потому что в кинофильме непонятно, где находится позиция наблюдателя, и вы как бы подглядываете за жизнью других людей. И в этом плане, собственно говоря, полагалось, что у нас предполагается, что зрителям большинства кинофильмов у нас будет мужчина, особенно мы говорим про раннее стадение кино в данном случае, а объектом его зрительского внимания будет женщина. Поэтому женщина – это объект зрительского внимания, а мужчина – это субъект зрительского внимания, и вот он получает скапофилическое удовольствие от этого буайеризма, от подглядывания за жизнью женщин, и, впрочем, и мужчин тоже других, которые находятся на экране. И в данном случае можем сказать, что, смотрите, в кинофильме потребление вот этих вот образов, вот это присвоение оказывается визуальным. То есть у нас так вот, ну, предполагаемый мужчина-зритель визуально потребляет вот эти вот приятные ему образы, да? А в видеоиграх мы как бы проникаем на некий новый уровень. Мы мало того, что визуально потребляем эти образы, так мы их еще можем потреблять процедурно, в том плане, что мы берем под свой контроль женская тема. В общем-то, как бы и в прямом, и в переносном смысле, как вы понимаете. Мы берем в прямом смысле… Есть у вас маленький вопрос, можете выяснить. Маленький вопрос. А когда мужчины играют за женских персонажей, они берут эту женщину под контроль? Когда они играют за мужских персонажей, они, значит, мужчины обладевают? Да. Смотрите, смотрите, здесь вопрос примерно такой. Только еще раз. Смотрите, здесь нет никакого супер-детерминизма. Вы поймите правильно. Если мужчины играют за мужского персонажа, это вы не должны думать, что он автоматически что-то о нем говорит, во-первых, в любом случае. И за женскую версию тоже, на самом деле. Тут речь идет немножко не об этом. Еще раз, никакого сверх-детерминизма. Коллеги, да, пожалуйста, потише чуть-чуть. Так вот, смотрите. И, соответственно, если мужчина играет за женскую персонажа, и мы говорим, что он обладевает женским телом, не нужно понимать, во-первых, не нужно думать, что он, осознавая этого, проговаривает это для себя. Точно так же, если женщина играет за мужского персонажа, когда вы, в принципе, играете за любого персонажа, как бы, да? Вот, это во-первых. И из этого не нужно делать никаких, скажем так, ультимативных выводов. К этому мы можем вернуться, если хотите, чуть-чуть поверить к этому конкретному вопросу, насчет того, что такое символическое присвоение. Вот. Я просто не хотел слишком сильно, как бы, раздувать наклад вот этими понятиями, глубоким копанием в них. Так вот, смотрите. Таким образом, фактически, мы получаем присвоение женского тела, в данном случае, женского персонажа, на визуальном уровне и на процедурном уровне, в общем-то, тоже. Потому что, как вы, может быть, знаете, существует, например, как сказать, в некоторых играх есть, как вне автомата, например, да, есть ачивка за подглядывание под юбку главной героини. То есть, иными словами, разработчики предполагали, что, ну, они предполагали, что вот, раз нужно сделать такую ачивку, они просто отдавали себе отчет, что это возможно, а, скорее всего, они прорабатывали, как бы этот игрок мог сделать и как бы он мог получить от этого удовольствие и так далее. А в этом плане, одной из частей, я, к сожалению, почему-то не подумал это включить, не подумал это включить в презентацию, или, наверное, надо было бы, когда, кто играл в серии игры Консара от компании Акемла? Возможно, вы можете вспомнить, что в промо-материалах, которые, например, в журналах и в интернете были, к третьей части Консаров, были такие скриншоты, которые показывали, что там было на выбор два героя, мужчина и женщина, и у женщины было декольте довольно глубокое. И в промо-материалах, в рекламных постерах к этой игре, когда всякие скриншоты выкладывали разработчики, они, помимо всего прочего, предлагали во многих случаях скриншот, который показывал возможность игрока камерой положением сверху заглядывать в декольте героини. То есть, как бы они говорили, вот смотри, что можно делать в нашей игре. Ты можешь себе на визуальном уровне символически присваивать героине с помощью взгляда вот с такого ракурса конкретно, а еще вот с такого, а еще вот с такого и так далее. Об этом же филийные части различных героев в Overwatch, в трейлерах и не только в трейлерах. Они примерно про это же. Они говорят, смотри, ты можешь символически присваивать себе взгляд на наших персонажей с этого ракурса, с этого ракурса, с этого ракурса и так далее. Теперь смотрите. Так, что-то у нас следующее. А, да. Это картинка про имперсонацию, про queer experience. Так вот, смотри, что у нас происходит дальше. Если мы обратимся к следующим пунктам анализа, которые нам предлагалось. Сейчас давайте, я расскажу, что идет речь. Да. В данном случае, например, Хеллен Кеннеди, ссылаясь на очень много других исследователей, говорила, что мы можем говорить о мускулинной агентности главной героини данной игры, но при этом феминной эстетики. То есть, условно говоря, мы просто взяли такую вот площадку, то есть такое поле боя, да, и какие-то такие занятия, которые у нас в патриархальном обществе традиционно ассоциируются с мужскими занятиями. Вот. И просто поместили туда женского персонажа. В этом плане у нас агентность оказывается мускулинной, потому что Лара Крофт делает то, что, по идее, мы ожидаем от протагониста мужчины, не потому что правильным, еще раз, а то, что мы, как аудитория, по опыту от предыдущих произведений ожидаем. Вот. И таким образом помещает для протагониста женщину. Поэтому эстетика оказывается как бы феминной, а агентность оказывается мускулинной. Это еще один из возможных способов посмотреть на это дело. Теперь, если мы, в принципе, просуммируем все то, что было сказано, мы также можем обратить внимание, акции ГРД, забыл про такую важную деталь, врагами Лара Крофт, как правило, являются мужчины. То есть, в сущности, она является чуть ли не единственным персонажем женского пола, который выполняет нетрадиционные для персонажей женского пола выигры какие-то штуки. Потому что большинство ее, там, протагонисты почти что все мужчины, в всяком случае, рядовые противники, это уж точно. Еще раз, я играл далеко не во всей части серии, и да, я знаю, что, например, в Лара Крофт Леджинс, и там еще в одной, там были антагонисты женщины, но еще раз, они были в страшном меньшинстве. Если у вас короткая вопрос, можете задать. С точки зрения химистической критики, если бы у Лары Крофт были противники женщины, это не было бы более, как бы, плохо по отношению к женщинам? Ну, улучшить эти шельские боицы, которые и так любят мужчины. Да, вместо того, что не разбавить антагонисты с женщинами, а то, что все антагонисты были бы женщины. Смотрите, смотрите, тут такой момент. Вы говорите хорошо или плохо, эти слова здесь совершенно неприменимы, скажем так, ну, просто в науке с такими терминами, как правило, не апеллируют. Вот. Я могу сказать, что точно создавался бы иной экспириенс. Насколько он был бы иным, понимаете, это сложно, потому что тут еще важно понять, во-первых, как были бы нарисованы эти персонажи, что бы они делали и так далее. По такой простой формировке, это сказать, довольно проблематично. Эспириенс был бы иной. Насколько это было бы плохо, еще раз, нам себе трудно представить, как бы это сказалось в ту эпоху, потому что еще раз мы с вами говорим про период 20-летней давности как-никак. Сейчас и тогда этот текст, на данном случае, по тексту, текст в широком смысле, это все что угодно. Это изображение, звук, письменность и так далее. Данный текст, данный аграр читалось бы по-другому. То есть я не знаю, как к этому отнестись были люди 20 лет назад. И я даже предположить не могу. Так вот, смотрите, теперь, наконец, тут нужно последнюю вещь сказать. Когда мы говорим про женского персонажа, помещенную вот такую вот, как произвелось бы, мужскую песочницу, мы на самом деле, как это, в данном случае, моя версия, опируем не к образу фем-фаталь, а скорее к образу, я не знаю, в русском языке есть ли одно слово, которое выражает вот этот английский термин, там-бой. Пацанка. Пацанка, что-то в этом... Наверное, пацанка, пусть будет пацанка. Вот, мне просто это слово не очень нравится, пацанка конкретно, ну ладно, пусть будет. Девочек старые голова еще он переводит. Ой, баба. Девочек сорвания. Вот так, сорвания. Да, что-то такое. Наверное, пусть будет так. Короче говоря, самое главное, коллеги, самое главное, что мы с вами друг друга поняли. Итак, вот мы говорим примерно об этом. Итак, в двух словах, концерт. Самой – это девочка, которая вовлечена в как бы традиционно мальчишеские активности, мальчишеские игры и так далее. Девочка, которая пришла играть в мужскую песочницу. В данном случае, если мы будем рассматривать Лару Крофт, она вполне себе под этот образ подходит, потому что она, девочка, которая пришла играть туда, где игроки, главное, основная массив, целевая аудитория, ожидали увидеть мужского персонажа, где аудитория, где производитель, где индустрия традиционно помещала именно мужского персонажа. То есть она вот такой вот образ своей девчонки, пацанки, которая пришла играть с мальчиками в этом плане. И это вполне себе подкрепляется, опять же той самой рекламной кампании Where the Boys Are. Они пошли играть с той девчонкой и пацанкой, и с соседним двором, собственно говоря. В данном случае, вот этот образ, вот этой вот пацанки, это образ девушки, которая, скажем так, тем или иным образом становится, либо делает себя максимально удобной для мужчин, которые ее окружают. Потому что она, с одной стороны, это совершенно не обязательно, но это уже немного другой вопрос. В данном конкретном случае, она разделяет их активности, то есть она играет с мальчиками, и при этом она может оставаться объектом сексуального влечения. Потому что в данном случае у нас совершается такой переход от одного патриархального стереотипа, более старого, к чуть более новому. Старый патриархальный стереотип, это совсем из глубины веков, это то, что женщины у нас как бы с Венеры, мужчины с Марса, и они друг друга понять совершенно не могут, никаких активностей они не разделяют, вообще не живут в разных мирах, и так далее, и так далее, и так далее. Это довольно-таки старая парадигма, от нее, собственно говоря, главного образа массовая культура вроде бы как бы отходит, отходила из 20 века, и сейчас это расхождение еще более усиливается. В данном случае, мы можем говорить, что новая патриархальная концепция заключается в том, что у нас есть девочки, которые из Марса. То есть это девочки, которые играют в мужские игры, но при этом все равно остается аддиктивированной, остается объектом сексуального желания. Она просто стала из одного и того же мира, что и мужчины, которым она пытается понравиться. Итак, смотрите, если я ничего не упустил, то в сущности это вот такие вот основные ключевые точки, которые выделялись в анализе гендерных репрезентаций, феминистской критики вот данной игры. Смотрите, в данном случае возникает вопрос. У нас новые серии игр. Кто играл в новые серии, перезапущенные? Достаточно много людей. Ну, это почти половина аудитории. Прекрасно. Вы наверняка знаете, что эти игры позиционировались как прогрессив со многих точек зрения. С точки зрения гендерных репрезентаций в том числе. Тут примерно такой вопрос. Скажите, вот та критика, которую я сейчас вам озвучил, которая была применима к старой серии игр. Как вы считаете, она к новой серии игр применима? Но если я это буду называть по серии, то она не изменилась. По большому счету. Так, хорошо. Мнения разделились. Смотрите, вот вы сказали, вы вроде первые громогласно заявили, что неприменима критика, да? Не полностью. И не полностью. Хорошо, а как вы считаете, чем применим, а в чем нет? Если мы заменим мужского персонажа назовем Аси. Простите, простите, видимо, я некорректный свой вопрос сформулировал. Смотрите, о чем идет речь. То, что я предлагал вам менять имена персонажа и так далее, это наш с вами мысленный эксперимент, мы его забыли. Конкретно у Хелен Кеннеди речь шла о том, что, во-первых, у нас идет визуальное присвоение той персонажа, во-вторых, про мускулинную агентность данного персонажа и про его фемильную эстетику и про возможность и способность получать некий игровой квир-экспириенс от имперсонирования, скажем, мужчин мастерить вкусы и поэтому мне плечи современные игры воспринимать в таком ключе. Но я имею, допустим, те же Last of Us. И мне кажется, что если мы, ну не знаю, мне кажется, что с моей точки зрения сексуализировать персонажа можно, если у тебя есть желание, но при этом совершенно не обязательно игра не это позиционирует. При этом их роли, опять же, абсолютно одинаковые, по сути. Все зависит больше индивидуальных характеристик персонажей. Вот почему я хваню. Нет, я с вами в этом полностью согласен, но давайте мы вернемся немножко к Tomb Raider. Смотрите, у меня у вас вопрос примерно такой. Вот вам, как игрокам в данном случае, еще раз, это не тест, здесь нет правильного ответа, но все люди, которые играли, скажите, на ваш взгляд, является ли объективированным или, так сказать, визуальный образ новый Лары Крофт? Да. Вы знаете, он насколько он объективирован, но... Так, подождите, выдавали первую, потом, пожалуйста, закончите его в рефрику, колени не перебивайте. Я считаю, что он объективен, но не настолько сильно, например, можно было сделать Лары Крофт еще с более осиной талией, с которой невозможно жить, если там занимались всякими нагрузками, можно там было грудь огромную сделать, поменьше руки, но... Она объективна, она выглядит привлекательнее, но не настолько, например, у нее есть небольшой животик, что... Я заметила то, что в играх очень интересная тенденция. Раньше у персонажей женских, в основном у всех плоский живот, сейчас у женских персонажей начали появляться животики, и это считается красивым, я считаю тенденцию очень хорошей. И грудь, не сказать, что достаточно... ну, не сказать, что прям очень-очень сильно большая, то есть она... Она действительно... не маленькая, но не сказать, что... Да, а вот, коллеги, прежде чем вы сделаете свои добавления, я просто хочу еще немножко тезисы бросить. Смотрите, вы сейчас говорите о статичной картинке фактически, а подумайте об этом в движении, потому что все-таки этот персонаж, он перед вами... Здесь это все лишь фото, а в игре... Движение. Движение, она идеальна, как человек, занимаешься активным образом жизни, и движение, в принципе, она, мне кажется, идеальна и замечательна. Мне говорят стереотипы! Мне не говорят стереотипы, мне говорят личный опыт! Я всю жизнь... Да, в этом случае я спрошу... Не обязанности сейчас понять всем, говорящему стереотипу, потому что мне кажется, что она продолжает... Из того, что она сказала, я теперь перехожу в другую сторону. Скажи, вы скажите то, что вы хотели сказать. У меня была немножко другая тема, сейчас здесь можно я прокомментирую первый комментарий. Сейчас мы говорим о том, что... Ну, спикер говорит, что хорошо, что сместились акценты, но при этом по ее комментариям все осталось то же самое. Она как была объективизирована, более того, как женщины воспринимают ее как объект, так все, в принципе, осталось. Это не очень хорошо. Так, прошу, вашу коммуника. Я считаю, что она выглядит так, как должен выглядеть человек своим образом жизни. То есть, она выглядит более реалистично. То есть, это тоже объективно. То есть, люди все еще считают ее красивым, но при этом она выглядит так, как выглядел бы человек, который занимается тем, чем занимается она в игре. То есть, выживает в диких футболах. Так, тут были руки, они куда-то исчезли, вашу руку, да? На самом деле, я не соглашусь с этим комментарием, потому что не может девушка, которая занимается тем, что занимается главной героиней, ходить по острову вот в этом, то есть, не мерзнуть и, тем не менее, успешно убивать тонны врагов, а потом, после тонны врагов, плакать над тем, что у нее там какой-то друг умер. Посмотрите, здесь уже про мотив говорится, я это еще прочитаю. И не холодно. Тут больше дня не холодно. Да, это важно. Так, коллеги, коллеги, пожалуйста, цивилизованную герой. Ну, опять же, в принципе, изменения в персонажах, вот, допустим, как вот она сказала уже вот, в принципе, можно обосновать тем, что сейчас усложнились системы графической обработки, то есть, раньше стремились сделать модель максимально простой. Чем меньше в ней полигонов, тем меньше нужно на обработку ресурсов. Чем меньше нужно на обработку ресурсов, тем меньше нужно заморачиваться с оптимизацией. И поэтому сейчас разработчики уже имеют как бы базу достойную для создания каких-то сложных моделей. Реально сложных. То есть, вот, плоский живот, абсолютно плоский живот, это скорее упрощение. Потому что, скажем так, с точки зрения вот объективации, именно как ее видят в чем сообщество, все-таки у девушки должны быть мышцы, например. То есть, четко вот, пластичные, красивые и так далее. Жировой слое он тоже у женщин. Особенно у тех, кто... Я просто говорю, если эти тяжелоатлеты, которые метают молот, например, у них рельефных мышц нет, как у атлетов. тяжелоатлеты, которые... Ну, 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 или легкоатлеты, например. И вот, опять же, грубо говоря, сейчас, да, грудь большая, вот, реально большая, которая не вела бы себя статично, ну, вызовет недоумение уже. Поэтому, в принципе, я думаю, отчасти поэтому ее сделали поменьше. Хорошо. Вы думаете, что здесь экономические причины тоже сыграли свою роль? Так, коллеги, извините, к сожалению, не могу поговорить лично с каждым из вас, потому что у нас просто столько времени нет. Вот, нас 10 часов отсюда выгонят, а у нас программа еще довольно большая. Поэтому я могу только с несколькими из вас поговорить по каждому топику. Итак, смотрите, коллеги, я... Смотрите, все ваши... Значит, я надеюсь, что всем было хорошо слышно мнение присутствующих. Я здесь позволю себе вот разрушить добавление такое небольшое. Действительно, когда мы говорим мы должны думать о ней в движении, мы должны вспоминать, как она движется, потому что, вы знаете, можно сделать персонажа, ну, возможно, необъективированно, когда вы смотрите на него на фотографию, а потом увидите, как он ходит, и, конечно, мы должны все ломать поясницу при каждом шаге, например, да, и так далее. Вот. И некоторые другие моменты, я думаю, что вы все эти видели, возможно, в играх в кино или в комиксах, возможно, увидели некоторые страшные походки, вот, и так далее. Итак, коллеги, смотрите, теперь, если мы обратимся если мы будем говорить про нарративы, то он, в принципе, в общем и целом, не сильно отличается от нарративов предыдущих. Тут появился сюжет, в ранних сериях не было, но в Legend, Anniversary и так далее они вроде бы уже были. А вот. Допустим, что нарратив здесь есть. Если мы возьмем первую часть, то он выглядит примерно точно так же. У нас девушка попадает в мужскую песочницу. Остров, как вы помните, главным образом, ну, все враги, во-первых, они все мужчины, этому есть кое-какое объяснение, потому что они моряки, а большинство моряков в современном мире по-прежнему мужчины. И, в принципе, ну, у меня нет в данном случае цифр, извините, но, вероятно, их сильно больше, я подозреваю. И это может быть как-то оправданно, да? Во второй части, впрочем, это оправданно куда меньше. Смотрите, тут еще момент такой, если мы говорим теперь про визуальную составляющую, вот мы с вами поговорили, многие из вас все-таки сказали, что она остается объективированной, ну, просто как-то по-другому, то есть она как будто бы, окей, она не похожа на тот идеал женственности, который был, допустим, их же много, их же тоже не один, который был использован в прошлых частях серии, теперь она похожа на какое-то другое, но она все еще eye candy, то, что называется, конфетка для зрения, конфетка для глаз. Вот. В принципе, я соглашусь с ними, из вас кто-то сказал, потому что мне, ну, лично мне, например, кажется все примерно так же. И в целом, вот та критика, которую Кеннеди развивала у себя, как мне кажется, по отношению к предыдущей части, полностью применена к этой части, если мы, в принципе, просто, ну, некоторые описания, те, которые были, заменим на те, которые релевантны сейчас, а всю теоретизацию и весь анализ можно оставить тем же, и, в принципе, можно подумать, что Кеннеди говорила сразу про все игры серии Tomb Raider, они, на мой взгляд, в этом плане довольно-таки схожи. У вас возражения? Вопрос, да, почему она, собственно говоря, должна быть не объективирована? Ну, какие для этого есть реальные проблемы? Смотрите, про должна, про должна, не должна, это вопрос не вполне релевантный, потому что никому ничего не должна. Может быть, тут вопрос все-таки, почему бы, почему бы Ларри Крофт, ну, почему в видеоигры не добавите iCandy, чтобы получать оттенциал дополнительное удовольствие? Ну, вот как бы да. Вполне, да, вполне. Смотрите, коллеги, тут, например, такой важный момент работает, да. Например, когда мы говорим про тот же самый момент, что вот они сделали Лару, и вот кто-то говорит, она похожа на человека, который аристократка, из Европы, занимается, там, не знаю, скалолазанием, легкой атлетикой, легкой атлетикой, скажем, да. Она похожа на легкой атлетку из знатной семьи, там, из Европы. Почему из знатной семьи? Почему это говорим? Она богатый человек, и поэтому у нее было там куча денег, например, чтобы ухаживать за собой на протяжении всей жизни, да, и поэтому она не выглядит так, в нищей индийской деревне без водопровода или электричества, например. То есть, в принципе, мы говорим, вот она как бы похожа. Хорошо. Тут нужно учитывать еще один важный момент. Понимаете, она может выглядеть, аристократ, который занимается легкоатлетикой, может выглядеть. Разработчик, тоже самое можем сказать, писатель, режиссер, сценарист, могли сделать ее одной, а могли сделать другой. Они выбрали один вариант из множества, но выбрали именно этот. Когда мы говорим о критике произведений, феминистской или другой, неважно, мы в том числе должны задаваться вопросом, а почему был выбран этот вариант, а не другой? И это, на самом деле, очень важное рассуждение, потому что то же самое, когда мы говорим про, не знаю, про любые сюжетные повороты, про визуальные образы, про процедурность и так далее, мы всегда должны отдавать себе отчет, что творец был, как минимум до известной степени, свободен. В сюжет вписывался этот поступок героя, вписывался другой, но автор выбрал другой, а не этот. И мы можем задать себе вопрос, почему он выбрал такой? Можно было нарисовать главную героиню такой? Можно было. А можно было нарисовать другой? Почему ее нарисовали такой, а не другой? И так далее. Это те вопросы, на которые, помимо всего прочего, мы должны ответить, которые мы должны для себя решить, или хотя бы сделать какие-то предположения, чтобы понять, например, замысел авторский, не сразу волнует авторский замысел, или чтобы понять, на какую цель его аудиторию метил автор, если для нас важен, пусть его аудиторию он метит. И так, смотрите. Теперь мы до поры до времени немножко опускали как раз-таки процедурность, о которой я бы сейчас хотел поговорить. Потому что в анализе, что вот эти вот части игры, это является очень важным моментом. Смотрите. Помните ли вы хотя бы как-то более-менее катсцены, скажем, из первой части перезапущенной серии? Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь общего в них замечали? Ракурсы. Ракурсы. Ракурсы для начала, да. Сочные ракурсы. Хорошо. Это про визуальность, как бы, да? Но это важное замечание. А что-нибудь еще общего вы у них замечали? Ну, что они идут в разрез с тем, что происходит в игре. Вот. Скажите, пожалуйста, с чем именно? Ну, потому что с самого начала бедная Лариска трясется вот так вот пистолетом, неспособная, вслед потом идет длинный эпизод, где она просто их в клочке сотни мервет, потом она с того поза я их убила. Как я могла это сделать? Ну, вот. Хорошо. Так, смотрите. В данном случае я бы хотел ухватить свое наблюдение и его немножко расширить. Я бы сказал так. В катсценах Лара попадает в беду. Когда катсцена заканчивается, мы должны ее оттуда выручать. В большинстве случаев, не во всех, конечно, еще раз. Да, у вступительных, например, там этого, может быть, и в флешбеках этого нет, и в некоторых там воспоминаниях этого нет. Мы говорим про те, которые повествуют об основной ветке того, что происходит с ней уже непосредственно на острове после попадания. Вступительная катсцена, Лара болтается, привязанная к потолку, ранит себя в процессе, делает там какие-то еще вещи, потом мы начинаем ее вытаскивать из этой пещеры. Потом она несколько раз там попадает в плен, или как минимум в это, в хедлок от противников своих, да? Мы ее вытаскиваем из этого с помощью квик-тайм-ивентов или с помощью чего-то еще. Она попадает в засаду, мы ее вытаскиваем, ее друзей, там, предатель берет в плен, мы их вытаскиваем и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле разработчики говорили, что их цель была примерно такой. В каком-то смысле игрока разжалобить и заставить его, как бы, вот, относиться к главной героине, как кто-то нуждается в постоянной защите игрока. И именно поэтому они делали, они в катсцена заставляли ее страдать и быть, в общем, в целом, беспомощным, бесполезным, чтобы потом игрок мог прийти, взять контроль на себя и спасти ее из той ситуации, в которую она себя ввергла. Ваша рука была, помню, первая. Воспомнился, в первую часть Макс Фейна, когда его похищают, когда его накачивают в ультерином, и это все катсцены. Его там, вот, в стилях, различных комиксах, его там обманывают, ему веноз насыпают в какое-то снадобье, накачивают в ультерином, и мы уже его получаем, накачиваем, в общем, все вот так, и с расплывающимися изменами, и мы его должны оттуда вылечить. Но он, тем не менее, он не век с мужчиной. Он не может быть, так получается, объективирован, но, с другой стороны... Может быть, может быть. Смотрите, я ваш вопрос, как мне кажется, понял. Если, по ходу моего ответа вы поймете, что я его не понял, то прервите меня, пожалуйста. Вот, смотрите. В данном случае, во-первых, можно говорить о том, что такая катсцена одна в игре, а может быть, все катсцены, или почти все такие катсцены в игре. Это разные вещи, как вы понимаете. Потому что в других катсценах Макс Фейн ранит Винни Ганьите, например, в первой части, в конце шестого уровня, по-моему, шестого. А Лариска убивает первого насилия, который в катсцене? Она делает через квик-тайм-эвент, который мы вводим. Она его не убьет, если мы этого не сделали. Это важный все-таки момент. И еще раз, знаете, это может происходить один раз, может происходить постоянно. Здесь все-таки важно учитывать соотношениями. И еще раз, сам по себе этот факт, он не мог бы играть такой большой роли. Это все играет только в совокупности. Если мы смотрим на все уровни означивания, какие есть, какие нам предлагает игра. И на нарратив, и на визуальные составляющие, и на процедурные, и на аудиальные, и на все остальные. Потому что, как вы помните, все-таки первая часть, помимо всего прочего, она про спасение женщины в виде. Как-никак. Правда, другой. Какая Макс Фейна? Нет, мы про Лару Крофт говорим. Что вы, что вы? Нет, нет. Все в порядке. Дышите. Нет, Макс Фейна не правильно. Так вот. Хорошо. Первую часть перезакручена Ларой Крофт. Она про спасение женщины в беде. И Правда, в общем-то, как бы закручена как основное действие, которое происходит. Потому что Лара спасает свою подругу. При этом создается ситуация, в которой Лара спасает свою подругу, а игрок спасает Лару. То есть, как бы мы насадили двух женщин спасаемых в беде. Это еще как бы менее такой вот очевидный аспект. Теперь смотрите. В данном случае, я не знаю, стоит ли мне сейчас еще... Так. Да, все. Я покажу, что у нас время заканчивается. Удачи вам, что вы в онлайне. Всего вам доброго. Делайте хорошие игры, пожалуйста. И вот, коллеги, мне показывают, что время, в принципе, у нас заканчивается. Поэтому маленький один абзац буквально в качестве заключения. Потому что некоторые вещи, к сожалению, упомянуть было невозможно. И тем не менее. На статье Ларен Кеннеди, на которую я сегодня так много ссылаюсь, в качестве даже не бот-заголовка, а основного заголовка, имела ограниченность или ограничение текстуального анализа игр. Это важный момент. Что мы подразумеваем по текстуальным анализам? Я ту словах поясню. Текстуальный анализ в таком, не знаю, в самом таком простом, примитивном варианте, это анализ, который не выходит за пределы текста, который анализирует произведение вне его контекста. Во многом как бы без деталей относительно того, в какое время он был создан, на кого он был ориентирован, кто его создавал и так далее. Мы смотрим на текст так, как будто он существует в вакууме. В данном случае, говоря об ограниченностях текстуального анализа, это становится особенно большой проблемой в случае с видеоиграми, потому что, к сожалению, понять массовую культуру, когда, в принципе, тексты массовой культуры современные, тем более с помощью текстуального анализа, зачастую оказывается невозможным, потому что некоторые сюжетные ходы, которые могут казаться вам полнейшим бредом, вы будете задаваться вопросом, почему это было сделано, как так вышло, ответ на вопрос окажется, а потому что несколько фильмов, в которых были такие ходы, продались, довольно-таки неплохо продались, и поэтому создатели этого взяли и переписали сценарий в самый последний момент. Сценарий стал ущербным, он теперь как бы там концы с концами не сходятся, он кажется полнейшей глупостью, но в него были ставлены эти ходы, потому что они продались в другом кино. Такой еще момент, например. Вот скажите, пожалуйста, почему, как бы, например, в лоре, который был изначально у Элдер Скроллс, Керадиил – это джунгли, а в Обливионе – это не джунгли, а средняя полоса? Да там кто-то такого. Там же вроде было основание, что Талос изменил… Ну, он очень не любил джунгли, и он поэтому изменил, в общем-то, ландшафт той провинции, которую он правил. Так, хорошо. А там еще какой-то планерси, да? Ну, потому что Обливиум в целом, ну, при том, что там шоу-дизайнер, когда команда, который работал в следующем, оберскроулся, сделал ставку, чтобы сделать максимальный generic fantasy, в отношении климата, географии… Во-первых. Ну, тут еще один важный момент. Это как раз таки про контекст. Мы забываем. Например, когда начали разработку Обливиона, хитом был «Властелин колец», а у «Властелин колец» визуально была средняя полоса. «Властелин колец» был популярен, поэтому мы наплеваем вообще на все каноны и так далее, делаем нашу игру похожей на «Властелин колец», потому что «Властелин колец» недавно хорошо продался. Это, в данном случае, та логика, которая руководит производственными процессами. И не только в плане Обливиона, не только в плане Bethesda, не только в видеоиграх, а, в принципе, много где. И поэтому текстуальный анализ, оказывается, ограничен с этого конца, со стороны производства тем, что зачастую мы, глядя в текст, не можем понять, какого черта сценарист написал то, что он написал, а художник нарисовал то, что он нарисовал. Это первый важный момент. В случае с феминистской критикой мы таким образом можем понять, например, что персонаж таков, он такой, а не другой, потому что такой персонаж в предыдущих играх лучше продавался, чем другие персонажи, условно говоря. И это может быть одним из возможных ответов на наш вопрос, почему у нас наша аристократка выглядит так, а не какой-нибудь иначе. Давайте я переключу, а там даем эту картинку. Вот, смотрите. Это не обязательно будет окончательным ответом на вопрос или единственным ответом на вопрос, но как минимум одной из основных частей ответа на данный вопрос. Но с другого же конца, если мы обратимся к тексту, то есть со стороны, как бы, рецепции этого текста, мы увидим еще больше интересных ограничений текстуального анализа, мы увидим необходимость исследовать сообщество, исследовать аудиторию, на которую данный текст был направлен, то есть исследовать его читателя, зрителя или игрока. В том числе исследовать не только реакции игрока пассивного, как пассивного потребителя, это вещь довольно-таки примитивная. Речь идет, например, об исследовании фанфикшена, об исследовании любого фанатского творчества. Потому что, как вы понимаете, если у нас вышли две игры, и по обеим из них девиант арт выдает по 10 тысяч каких-то там, ну, какие-то так вот, да? Вы смотрите, по одной игре это только порнография, ничего кроме нее, 10 тысяч порнографических рисунков. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что вот это так. По другой игре, соответственно, у нас порнографии практически нет, и такое прям разнообразие, там есть, ну, есть там что-то там около эротическое, чуть-чуть, ну, процентов 5. Есть там какие-то альтернативные, альтернативно-вселенские, там какие-то просто комиксы, которые делают, ну, помещают персонажей каких-то, развивают как бы там сюжетную линию, есть там какие-то там еще другие картинки, которые делают что-то еще и так далее. Есть какое-то разнообразие. Это очень многое может нам сказать не только об аудиториях этих игр, вполне возможно у них аудитория, кстати говоря, одна и та же. Это может нам сказать и об этих играх самих в том числе. Это может помочь нам, как ученым, или как журналистам, или как критикам, ну или как потребителям, по-новому проинтерпретировать содержание того, что в них происходит. И именно поэтому, на самом деле, это начиналось, это не видео, как началось, об этом заговорили еще критики кинематографа, потому что они говорили о том, что без исследования зрителя, зрителя не как объекта, не как социологической палочки, да, вот этой единички, а зрители как субъекта, исследования зрительского опыта, в нашем случае игрового опыта, и при этом исследования разных игровых опытов, то есть потому что в игры, вы знаете, по-разному играют люди с разными культурными бэкграундами, и чего уж там с разными гендерами тоже, потому что в данном случае история о том, каково играть в некоторые онлайн-игры, не во всем в некоторые онлайн-игры, и при этом обладать голосом, похожим на женский, или таки женским голосом, думаю, эту аналогию можно не продолжать, и так далее. Собственно говоря, это более-менее все те тезисы, которые я хотел бы произвести. Я надеюсь, что я в общих чертах дал вам представление о том, вообще про что, как таковая критика идеологии в видеоиграх, и про что конкретно может быть еще не вставшая, скажем так, на ноги, но зарождающаяся в евроамериканской науке феминистская критика в видеоиграх. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.